В эти минуты на сцене Академического театра имени Виктора Савина премьера. Постановка «Театр. Моя жизнь». Она посвящена столетию со дня рождения народной артистки Советского Союза Глафиры Сидоровой. Именно сегодня день ее рождения. О мастерстве, характере и жизненном пути артистки Анастасия Тюрнина. Изысканно, задорно и в то же время проста. Такое все помнят Глафиру Петровну Сидорову. Такой же предстала великая коми-актриса перед зрителями и на афише к столетнему юбилею. Любимому делу народная артистка СССР отдала 70 лет. В театре драмы была живой историей. Теперь же истории о мастерстве звучат в память о ней. А когда она уже не выходила на сцену как актриса, вы помните, каждое открытие сезона, каждое закрытие сезона, она все равно была в зале, в каком бы она состоянии ни была. Она собиралась, забывала про все свои болезни, про свой возраст. Молодая, красивая, нарядная, творчески вдохновленная. Она была символом нашего театра. За годы служения театру Глафира Сидорова сыграла почти 300 ролей. Это спектакли русской и зарубежной классики, пьесы современных авторов и коми-драматургов. Домна Каликова в одноименной пьесе, Кабаниха в грозе, Настасья Филипповна в «Идиоте», Квашня в «Надне», Дарья Попова в «Бунт в Уськуломе». А вот кадры из знаменитого на всю страну спектакля «Свадьба с приданым». Родилась Глафира Петровна в деревне Ивановка. Это недалеко от села Палевицы, Сыктывдинского района. Актерскому мастерству училась в ГИТИСе. Пришла, Боже мой, приоделась, У подружки платье попросила. Ну, и читала тут много кое-что. Меня приняли первые. Но учебу в Москве прервала война. Студентов сначала направили рыть окопы на подступах к столице. Из горящего Смоленска в Москву вернулись лишь пять девочек ее курса, в том числе и сама Глафира. Остальные погибли. В мае 1944-го Глафире с Сидоровой вручили медаль за оборону Москвы, которую она считала самой большой своей жизненаградой. Затем студию вместе с педагогами эвакуировали в Сыктывкар, где они продолжили обучение. А далее работа в драматическом театре. Режиссеров и зрителей поражал творческий диапазон актрисы. Она была нашей мамой, помогала нам во всем. Поэтому это, конечно, ей низкий большой поклон. Благодаря ей она заразила, так скажем, если можно так выразиться, театром. Она присутствовала на экзаменах, когда нас набирали. Я очень хорошо помню, когда она сидела своим пристальным взглядом, своей шляпкой, она всегда одевалась в иголочке. Когда ее видишь, действительно, вот это актриса, красавица. Кроме театра, у Глафиры Петровны была насыщена общественная жизнь. Она была делегатом 26-го съезда КПСС. 15 лет руководила Коми-отделением Российского театрального общества. Наш главный художник был в театре. Я говорю, Игорь Ильич, а как? Я ее боюсь, честно говоря. Потому что народный СССР, ну, такая глыба. Как? Он говорит, да успокойся, она добрая, нормальная. Я говорю, подойди. Я подхожу, беру иск из костюма. И была между репетициями антракт. Она выходит в фойе в старом нашем здании театра. Я говорю, Глафиры Петровны, вот скажите, пожалуйста, Глафиры Петровны, вот я вот сделал, вот у вас по мизанцени, вот здесь шлейф. Вот я к ней обращаюсь. Вот смотрите, вот тут вам будет удобно. Вы поднимаетесь на верхний этаж, там как? Она такая слушала меня, слушала, посмотрела, потом взяла, опустила мне руку на коленку, так смотрит и говорит, ты-то меня оденешь. А вот мне бы роль хорошо сыграть. С именем Глафиры Сидоровой связана целая театральная эпоха, становление и развитие коми-театра. Она пользовалась и продолжает пользоваться поистине народной любовью. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.